Вот сейчас уже утверждена правительством стратегия развития металлургии до 30-35 года и фактически там перечислены основные моменты, на которые стоит обращать внимание, в том числе на сырьевую обеспеченность. К сожалению, в значительной степени сейчас металлургия пользуется импортным сырьем по многим компонентам, я потом скажу, на совершенствование материально-технической базы и вот среди сырья в первую очередь речь идет о марганцевых рудах. Олег Владимирович довольно подробно остановился на проблеме марганцевых руд. Надо сказать, что таких вот уж крупных, вернее не крупных, а богатых месторождений у нас нет, но тем не менее марганцевые руды имеются. Хотя без марганца в металлургии вообще металл не может производиться. Вот в среднем, вернее не в среднем, а в целом по металлургии на все металлы расходуется на одну тонну около 10 килограмм марганца. Хотя для различных видов металлов это, конечно, цифра отличается. Ну, что сказать о марганцевых сырьях. К сожалению, большую часть марганца мы вынуждены сейчас импортировать. При наличии довольно крупных месторождений у нас, Учинское месторождение в Кемеровской области, Пороженское в Красноярском крае, Порнохское в Комер-Республике и другие месторождения. Но это не очень высококачественные, вот так осторожно говорить, марганцевые руды. Но вот больше хочу сказать и надеюсь, что в дискуссии потом будет возможность Герману Геннадьевичу Клементенку более подробно развить возможности добычи, как это было раньше, во время войны в частности, марганцевые руды на Урале. Вот Уральский, Североуральский кластер марганцевых руд, он состоит из нескольких месторождений. Там даже есть Собянинское месторождение, которое не имеет отношения к нашему мэру, Денинскому и другие. Я не буду перечислять, они здесь все написаны. И вот если удастся освоить это, а сейчас вот Североуральская группа марганцевая приступила уже к реализации этого проекта, то еще на долгие годы можно считать, что мы будем обеспечены марганцевым сырьем. Ну вот это о Североуральском карьере я не буду подробно рассказывать. Может быть начал заработать, нет? Пожалуйста, еще раз пролистайте. Вот хром. Проблема с хромом для металлургии очень остра, потому что вся качественная сталь, особенно нержавеющая, производится с хромом, причем хрома может содержаться до 50% в различных сталях. Пожалуйста, дальше. Ну вот если говорить о хромовых рудах, Олег Владимирович уже сказал, что у нас на Кольском полуострове в Морбинской области имеются два месторождения, довольно крупных. Причем в этом же районе имеются две электростанции атомных, которые 40% своей энергии, в общем-то, сливают, можно сказать, в воду. Греют в воду и сливают в озера. Представляете, там было бы прямо самой природой предназначено сделать там производство хрома на базе тех месторождений двух, которые имеются. И надо сказать, что еще 10 лет назад по инициативе Росатома, между прочим, ЦНИЧермет сделал проект создания там крупного комплекса по переработке вот этих агоноозерских и хромовых руд, о которых вы говорили уже. К сожалению, проект до сих пор не реализован и ждет своего воплощения. Пожалуйста, дальше. Я стараюсь как можно быстрее. Вот в этом плане при создании на Кольском полуострове производства феррохрома, а значит и нержавеющей стали, можно было бы попутно решать и другую проблему за счет того, что использовать там металлургические мощности и получать и титановые продукты, в том числе те, которых у нас очень мало. В основном, пока в Крым, Крым не перешел к нам, и вот этот крымский титан не стал теперь российским, он же был украинским, мы практически 90% диоксида титана импортировали. Между прочим, та технология, по которой работает крымский титан, она экологически безобразная. Там куча отходов сливается в озера, в основном в озера, которые содержат щелочи, а сливы, кислоты. Недаром вот в Армянске, вблизи, где был, где расположен этот завод, лет 5-6 тому назад, была страшная катастрофа, и там мне довелось там быть. Нас, правда, не повезли на сам завод, а все совещание провели в 30 километрах от этого завода, потому что экологическая обстановка на заводе была безобразная. Технология, по которой работает крымский титан, сейчас на привозном сырье, тогда он работал на украинском сырье, сейчас на привозном сырье, эта технология существовала в Челябинске до 60-го года примерно, и была закрыта в связи с тем, что экологически опасна технологиям. Есть масса других технологий, предложенных, по которой работает весь мир, но почему-то мы до сих пор вот не перешли на эти технологии. Где-то года три тому назад я прочитал в газете сообщение, заключение счетной палаты, что, к сожалению, у нас нет месторождения титановой руды. На самом деле, по запасам титана мы на втором месте в мире находимся. И вот если сейчас еще пролистать, там будет карта, где показано, что по всей территории России у нас имеется титановое месторождение. Другое дело, что, к сожалению, содержание ильминита в этих рудах недостаточно высокое, не такое, на каком привыкли работать за рубежом. Но наши ученые давно уже показали возможность переработки и этих ильминитовых руд, и ликокседовых руд, которые находятся у нас. Еще перелесните, пожалуйста. Вот здесь перечислены все месторождения, которые у нас есть. И я хотел бы сказать о ликоксеновых рудах. Ликоксен это Тео-2, Сео-2. Возможно одновременно получать и титановую продукцию, и очень дефицитную кремльную продукцию. Причем эта технология группой институтов, академических в основном, разработана. И не только, так сказать, в лабораториях, а проведены полупромышленные испытания в Коми-Республике. И, к сожалению, вот уже на последнем этапе работы почему-то были прекращены. Из-за недостатка средств. Я об этом потом посредством немного скажу. Есть большая группа месторождений на Урале. Это Медведевско-Копанская группа. И когда-то планировалось, что вообще основной базой для извлечения и титана, и пигмента, и диоксиды титана, будут вот месторождения типа Медведевки и Копани. Там, кстати, есть большая группа еще разцепных месторождений. В бассейне реки Ай и еще некоторых рек. Так, прежний владелец титанового производства в Сауде. Даже я ему настолько надоел с этими уральскими месторождениями, что он пришел за мой вертолет, и мы полетели на эти месторождения. Я показал в бассейне реки Ай, что можно очень легко с поверхности убивать эту руду и получать качественный концентрат. Но на что мне сказал тогда Тетюхин, фамилия этого владельца была, пусть лучше украинцы там у себя. И представляете, схема какая, чтобы получить вот эти несчастные 80 тонн металлического титана, значительную часть которой мы продаем сейчас, к сожалению, в недружественные страны. Мы возили раньше из Украины, в Березняках плавили шлак, затем получали, тоже на Урале, в Пиамской области, здесь выступал директор этого, Садикамская, получали губчатый титан, и затем в Салде получали металлический титан. Все из импортных сырья. Хотя сырья своего прямо рядом с Салдой вполне достаточно. Пожалуйста, дальше. Еще дальше. Вы видите, я стараюсь пролистать просто все это. Так, это Ярихское месторождение. Ну, я, по сути дела, о нем уже сказал. Дальше, пожалуйста. Это Ярихское все месторождение. Какую группу материалов можно получить из одного Ярихского месторождения, которое находится, в общем-то, довольно освоенном, в освоенной зоне России. Африканское месторождение. Ну, это опять возвращаемся туда, в Мурманскую область и на Кольский полуостров. Там находятся запасы тоже перовскита титаномагнитных руд, которые тоже могут служить, особенно если вот будет развиваться хромовое производство, изоизохромовое производство, там же попутно можно перерабатывать и перовскитовые руды. А если перовскитовые руды перерабатывать вместе с рудами, которые содержат, перовскит содержит кальций и его ТиО2, а аносовит, это, ликоксин, это ТиО2 и СиО2. То есть, кальций и ось СиО2, это естественная самофлюсующая добавка в металлургических процессах. А титан только увеличивается в два раза при этом. Вот здесь совместная переработка очень перспективна была бы. Еще дальше, пожалуйста. Ну, это продолжение все. На Кольском полуострове что можно развивать? Об этом здесь довольно Иван хорошо рассказал. Я хочу сказать, что вот с подобным докладом в апреле месяце я выступил на Президиуме Академии Наук. Вместе с геологами там были доклады. И по результатам этих докладов было принято решение на Президиуме дать конкретные предложения в Минпром, что можно сделать из наших отечественных грудь, какие металлы можно извлекать, ввиду импорта. И мы такую работу выполнили. Вот я как председатель научного совета по металлургии в Академии Наук нашел 42 предложения, где можно конкретно из местного сырья получать высококачественные металлопродукции. Эти все материалы мы передали в Минпром, но, к сожалению, Минпром как-то не обратил на них никакого внимания. И пока так будет продолжаться, мы далеко не двинемся. Еще хочу сказать уже о качественных металлах, которые перечислили вот в том перечне, который я представил в Минпром, еще об одной стали. Это совершенно новая сталь, высокоазотистая. Вот для того, чтобы получать нержавейку, мы используем никель и хром. И добавляем олимдеды в другие металлы. А здесь, кроме железа, только азот. Около 1% азота. И немного, около 1% моллимдена. Эта сталь обладает прочностью в два раза выше, чем самая хорошая конструкционная сталь. То есть 1200 мегапаскалей. При этом сохраняет около 1000 мегапаскалей пластичность. И самое главное, она является совершенно не магнитной. Ее бы использовать не только в мирных целях. К сожалению, мы уже 3 или 5 лет бьемся с тем, чтобы эта работа пошла вперед. В настоящее время в Прометея готовится опытная установка на 2 тонны. Такого. Вообще, все работы мы провели на Прометея, кстати, первые, такие опытные. Показали. И слиток даже получили. Прокатали этот слиток. Хорошо катается. И вот сейчас готовит Прометея такую опытную установку. Все дело в том, что все это делается на частные средства. Мы так не смогли добиться бюджетных средств, хотя допладывали даже на различных комиссиях. И мне кажется, что так будет продолжаться долго, пока частных инвесторов наше страна не научится стимулировать. Вот мне раньше, когда я был еще первым замминистром науки, удалось объехать всю Европу и изучить, каким способом стимулируются частные инвестиции. Очень просто. Вот миллиард вкладывает частные инвестиции, освобождается от налоги на миллиард 200 миллионов. Между прочим, Мордашов, когда прочитал мою книжку, сказал, когда это войдет в жизнь, имей меня первого. Это я не разговариваю. И мне кажется, что главное... Вот о редких металлах. Мы сделали с помощью ЧНИЧЕМЕТА программу, какому заводу рекомендуется, какой редкий металл встали использовать. Но заводчане, хозяева... У нас же еще частные заводы. Хозяева сказали, а что мы будем за это иметь? Руслана, ну признайтесь, сколько раз я говорил, надо какие-то стимулы. А где он сидит? Стимулы ищут. Выси? Вот, прямо, да. Сколько раз я обращался? К вам, кстати. И так ничего же. А заводы, когда мы дали им это список, а зачем? У нас же так сталь покупают. Зачем нам тревожить? Зачем покупать редкие металлы? У нас сталь идет. Вот и все. Пока стимула не будет, все это ваше хозяйство, редкие металлы будут стоять. Спасибо за внимание. Я уложил все. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...